Здравствуйте, друзья! Континентальная хоккейная лига, 16-й сезон. Мы в Магнитогорске впервые в этом чемпионате, так как предыдущие пять встреч Металлург провел на выезде. И, кстати, команда Андрея Разина, обновленная команда Андрея Разина, возвращается домой в ранге лидера Восточной конференции. Матч стартовал. Судьи Алексей Белов и Юрий Аскирко. Пара главных арбитров Александр Чернышов, Юрий Иванов. Пара линейных. И Магнитка уже устремилась в свою первую атаку. Гостей игру продолжают защитники Николай Демидов и Максим Минеев. Нападающие трой. Джозефс Космачук меня прерывает, да, потому что вот эта атака Магнитке заканчивается голом. У нас гол получается. Давайте вот еще раз посмотрим, как здорово он сыграл. На скорости в зону заскочил, в центр переложил. И вот здесь из подзащитника сумел этот бросок точно нанести. И как четко попал прямо над плечом Владислава Бадьепольск. Оборона Тольяттинцев. Вот, наконец-то, выводит Джонсона на бросок. И дальше будет ли добивание, но вот должен добить шайбу Тольяттинцы не позволить. Кому же сейчас получится? Зернов и в обороне помот, хотя вот не глядя передачу за спину, не дошла она до Акользина. Романов попытался нанести бросок по воротам Загидулина. Еще один бросок. Ну так. Создали острый эпизод, а вот ответка. Папах, ну там не убежать, потому что пришлось немножко сбавлять скорость. Он понимал, что если не притормозит, то окажется в положении вне игры. И вот смотрим здесь бросок Ивана Романова. И в ответ Металлур. Как раз на синей линии принимал уже Карпов. Металлурка атакует позиционно. Как будто бы в большинстве сейчас играет Магнитка. Гор! 2-0. Егор Короткий. Ну вот позиционная атака. Магнитка забивает сегодня после атаки с ходу. Данила Юров это сделал. Ну и вот тут очень широко располагались магнитогорцы. Вообще все начиналось с продольного паса Яковлева туда в глубину. Дальше ему шайбу вернули. Он перевел ее на правый фланг. И атака получила свое продолжение. Юров. И бросок в касание. А вот она. Михайлис, да, на пятачке. Я думаю, все нормально. Вот не будет ли там нарушения правил со стороны Михайлиса. Посмотрим на повторе. Вот тут все началось со вбрасывания. И началась устребать не линии. Выкатился, да, за площадь Погипольский. Два бегов. Вернули. Пошла сюда к борту. Активировали Дронова. Дронов уже который раз бросает шайбу по воротам Погипольского. Но какое-то время оказалось нейтральной. И даже не совсем готовы были к этому тольяттинские хоккеисты. Так. Вновь пожаловали в гости Моргутогорцы. И заканчивается у нас первый период. Вот так Магнитка открыла для себя первую сезонную серию домашних матчей. 2-0. Итоги первого периода подводим с нападающим Металургой Денисом Зерновым. Денис Металург доминирует практически по всем показателям. Так ли все хорошо на самом деле, что можете сказать? Ну да, здорово тоже свои моменты реализовали. Но все равно у соперника тоже были шансы забить. Надо построже в своей зоне играть. И побольше создавать моментов у чужих ворот. Быстро его развернули. Вот опасно. Еще дальше Кугрышев. А где шайба? А у Загидулина. Молодец вратарь Магнитки. Успел переместиться и нашел вариант, как парировать эту шайбу. Уже оказался под прессингом. Перехватили шайбу Тольяттинцы. Калтыгин. Гол! Ну вот! Собственно, об этом я и говорил. Курочка-то по зернышку клюет, потому что не было вообще игры у Лады в первом периоде. Попала шайба в ноги Ди. И очень быстро Тольяттинцы перегруппировались. Доставили шайбу на пятак. Калтыгин с неудобной руки. Тут Червоненко, там клюшка Доминулин Грошеву подняла. А вот еще одна клюшка за спиной-то осталась. 2-1. Педаль Газов, Пол Алтыбармакян. Еще шанс. А на добивание, но там Гололобов. Вообще Лада ожила, благодаря большинству, именно во втором периоде. Так, подвиньте. Гриб Джозефс, квартального. Ну и силовой прием еще. Действительно, вот в моментик. Тольяттинцы с контролем выходит. Калтыгин. Грамотно отоборонялись. Это Минеев пошел по правому флангу. Защитник и на пятачок. Лада ничего особенного не выдумывает. Пытается закопать. Тут уже из-за Гидулина мактогорца обступили. Ну, чтобы там эта шайба никаким образом не выползла из-под вратаря. А если и выскочит, то... Затяжная позиционная атака. Какие первые периоды были сделаны после первого периода? Да, второй период лучше нам удался. Первый... Уже не первую игру, да. Мы плохо начинаем. Первые периоды. Поэтому просто, наверное, вошли, да, в тонус, в ритм. Как-то поймали скорости Металлурга. И за счет этого получилось чуть лучше сыграть. Сейчас он точно с Юрой. Вот 4 на 4. Юра Абронов подключается. Садьи Польский. Вот выручил. Клюшку только потерял. Далеко она улетела. Так, интересный момент. И вот здесь Кугышев доставляет шайбу на пятачку. Космачук. Ух ты. Гол. Гол. Шедевр от Тольяттинской Лады. Трой Джозефс. Посмотрите, как он завернул. Ну и, конечно, в недоумении Андрей Владимирович. Здесь интересно, Космачук бросал по воротам или делал такую передачу. Посмотрим на повторе. Но Джозеф классно сориентировался. На нем висел игрок обороны. Вот здесь вот Хабаров. Но Джозеф вот таким креативным способом сумел все же... Да, но это, конечно, был бросок. Бросал Космачук. Ну, тогда бы вообще мы бы их называли циркачами тольятинскими, если бы. Один задумал такую передачу, а второй исполнил такой бросок. Вот он заметен только вот в позиционных атаках. А вот так же провести хорошую атаку сходу. Вот бросок. Сказали, что не заметен, но там Клюшку потерял. Ну, давление сейчас идет на Магнитогорцев. Они играют дома. Они лидеры. Штанга! Или гол! Там кто-то уже начал радоваться. Но судья разводит. Похоже, да. Похоже, что все-таки в штангу. Ну, и... Пожалуй, это все. Основное время матча заканчивается в ничью. 2-2. Ну, и для Лады это успех. Они точно набирают одно очко. Ну, мне кажется, только он на этот круг вообще решится. Взял, выпустил молодежь в самом начале. И это молодежь практически рисует гол! Ну, красавцы, парни. Ну, нарисовали, но дальше по-депольски в своем фирменном стиле в шпагате успевает переместиться и выручить свою команду. И Магнитогорская 2 в 1. Солянников разворачивается. Командует Колтыгину. Гол! Макар Хабаров приносит Магнитогорскому Металлургу первую домашнюю победу этого сезона. Хабаров попал в штангу в третьем периоде. Пожалуй, был ближе остальных из магнитогорских хоккеистов к успеху. Но вот здесь он эту атаку поддержал. И так там не командовать Солянников. Партнеру на возврате перекрыть линию этого пасса не удалось. Ну, и Хабаров сходу. Герой овертайма. По окончанию матча с нами герой фанбет овертайм Макар Хабаров. Макар, поздравляем с забитой шайбой. Расскажите о том, как удалось уложить эту шайбу ворота. О, ну, воспользовались моментом. Все, Макошелев хорошо поборолся. Выиграл в углу единоборства. Вот, и мы с Егором убежали 2-1. Хорошая передача. Так что, спасибо партнерам. Сегодня очень непростой матч получился. Вот, как оцените действия своих партнеров по команде? Ну, напряженный матч, да. Но начали очень здорово. В втором периоде немного подломили свою игру. Но хорошо то, что третий период вышли. Блин, пропустили гол. Но хорошо то, что довели до победы. Хорошее начало, да. Потом очень плохой период, да. Второй период. Знаете, забудем эту игру. Очень, еще раз говорю, очень много сумбура. Очень много действий, да. Которые не хотелось бы в дальнейшем видеть. И вы умеете играть хорошо. И вот эти вещи, которые мы во втором периоде начали делать, чтобы в дальнейшем не было. Давайте, забыли, с победой. Забыли и поехали дальше. Ну-ка. Кто сегодня лучший? Мужики, всех победы. Готовим фидеш. Субтитры сделал DimaTorzok